Ветер и царь молодой, их сердца покорил, он ветер и дождь. И пытаются понять, что у вас вообще получилось, случилось, что за дичь там творилось. И, кстати, когда я монтировал видео, некоторые нестыковочки в ее показаниях, ну, прошлое видео, конечно же, монтировал, когда она говорила сначала, что она Ханна в самом начале, а потом там проскакивала такая фраза, что типа Ханна куда-то ушла. Ну, говорила она. Я вообще не понял, что произошло, если честно, сейчас мы будем раскапывать это дело, то ли это косяк перевода, то ли в этом вся соль. Давайте включим фильтр, мне сказали, что с фильтром прикольнее играть, потому что там какие-то скримеры будут, вы же любите скримеры. Я тоже люблю. И у нас еще не досмотрено, и у нас вот 30 вхождений, я уже даже не помню по какому слову, давайте досмотрим все, что есть. Поехали. Да, я унаследовала от его родителей так, что имелось смысл перебраться туда, мне и Саймонову. Казалось бы, то мы вернулись к началу, до беременности. Беременность? Это напомнило мне о юности. Кукольный домик на чердаке, старые вещи. Мы долгое время не ночевали в спальне родителей. Украсили ее, как только въехали, но прошел еще год, прежде чем мы стали там спать. А че так? Боялись потревожить дух? Ха-ха-ха. Или что? Ладно. Тут девушка, и она смотрит в окно. Ей грустно. Она в заперти. Она смотрит в окно, потому что ее мать ее не выпускает. Да, ладно. Это Рапунцель. Ааа, господи, действительно. Начинается с ее рождения. Матушка Готель, ведьма, забирает ее от родителей и держит запертой в этой высокой башне. Рапунцель беременеет от принца. Матушка Готель в ярости, отрезает ей волосы и выгоняет ее прочь. Вообще, здесь она с короткой прической, значит, это уже произошло. Она выгоняет ее в лес, где Рапунцель воссоединяется со своим прекрасным принцем, который ослеп. Но она вылечивает его слезами, так что это счастливый конец. Слишком много? Что это было вообще? Я какое-то достижание получил. Хэппи Эннинг называется. Нормально, че. Такая она миленькая здесь. Я, кстати, ловлю себя на ощущения. Смотрю. Какая-то непонятная грязь на экране. Ну, пыль, что ли, села пальцем, провел, и только потом понял, что я же эффект включил монитора. И это просто там в игре вот эти вот грязинки на мониторе. Так. Где тут у нас проверка базы данных? Windows 3.11, что ли? Ну, так вот. Вот столько мы с вами заработали. Совсем чуть-чуть. Ну, по крайней мере, нам это вообще ничего не дало. Давай беременность попробуем. Беременность. Ну, в принципе, это одно видео и было. Что еще? Не подсказали чит. Здесь же в каждом видео написано бланк. Бланк, бланк, да? В комментариях. Можно это слово после просмотра удалять и все время искать слово бланк. И все, вообще, все увидишь. Но мы же так делать не будем. Так, из прошлого мы с вами знаем, что Саймон Смит стекольщик. Стекольщик. О-о-о, 8 вхождений в стекольщика, ребят. Интересно. Из них 5 мы с вами увидим. Погнали. Сотовый телефон? Да. Вроде у стекольщиков был один, но только для работы. Не могу вспомнить номер. А, он на кухне. Я видела, как он там заряжается. Телефон, номер. Телефон, номер. Хорошо. Какие-то стекольщики к ним приезжали. Диана очень хорошая. Она помогает стекольщикам, организует рождественские вечеринки, все в этом духе. У них есть два ребенка. Чудесных ребенка. Мне помогала, когда я у них работала. Диана какая-то, да? Кто такая Диана? Ох, сейчас детектив Виктор все тут выкрутит, раскрутит. Вы от меня ничего не скроете. Разве? Че, разве? Ну, мы познакомились в 17 у стекольщиков. Эти, что такое стекольщики? Это что, место какое-то? Бар стекольщик или что это? Мы не могли себе позволить жилье. Саймон бросил школу, пошел на работу к стекольщикам. Эрик нам очень помог, конечно. Мы переехали к его родителям. У них была свободная комната для нас, для нашего ребенка, если будет. Это было время перемен. Время для самой себя. Жить эти месяцы полные надежды. Так, время перемен. Все вы так называете. Стекольщики, стекольщики, еще раз стекольщики, ребят. Кто-то кричит в чате, что Диана, это же барменша. Нет, барменша была Хелен, у меня все зарегистрировано. А вот Диана, это какая-то жена стекольщика, как говорится. Это дочь маминой подруги, которая является женой стекольщика. Давай Диану пробьем. О, Диана, ты смотри, сколько тут. Сколько у нас вхождений в Диану? Семь. Мне нравится это слово. Немножко, конечно, странно звучит, но ничего страшного. Ну, Эрик ему был как дядя. Они были близки, проводили много времени вместе. Особенно, когда ходили на конференции. Вы знакомы с его женой Дианой? Ну, сейчас познакомимся. Хотя я в сей раз в нее уже ходил. Не особо. Он бы пошел в кабак. У него там друзья по бутылке, но никто из них не приходил домой. Знаете, иногда Эрик, его начальник и жена приходят на ужин. Так мы оплачиваем за услугу. Диана очень хороший повар. Со всеми ее модными ингредиентами. Последний раз Саймон готовил что-то из мастер-шефа. Увидел рецепт в Сифаксе. А я немного комментировала в стиле Ллойда Гроссмана. Мне пришлось искать сладкий укроп. Вы когда-нибудь ели сладкий укроп? Нет. Что это такое? Достижение. Вы когда-нибудь ели сладкий укроп? Нормально. Так, появился, ребят, Эрик. Сейчас мы тут все найдем. Погоди, сейчас это Санта-Барбар мы раскопошим. Мы, знаете, как палочка в муравейник заберемся к ним. Эрик. Эрик. Он как дядя и при этом начальник. Так. В Эрика я не ходил, честно. Один сразу просто в поисковике нашел. Ссора, две секунды. Был вечер пятницы. Мы поссорились. Он ушел. Ссора. В субботу он не вернулся. Я ждала весь день. Он должен был помочь Эрику с чем-то в субботу по работе, но так и не появился. Эрик ему не дозвонился. Я проверила Рок, местную кафешку. Там сказали, что видели его в пятницу ночью и все. И сегодня утром он не появился, что совсем на него не похоже. Снова не вернулся к ужину, а уже темнеет опять. Так что я решила пойти к вам. Ведь у родителей его не было. Так, это видимо что-то изначального прям. Ну да, вот оно. Видите, куда образовалось. Так, я так понимаю, это она заявление типа писала какое-то. Ну, пришла, пожаловался, что нифига пропал. Муж, человек хороший. Ну, как-то неправдоподобное существо. Да, у нас есть следующая машина. Кавалер. И фургон для работы. Кавалер. Купил его Эрик, но он пока у нас. Обе машины уже припаркованы здесь. Но не помню, где ключи от фургона. Поищу, когда вернусь. Поищи, поищи. Так, фургон еще, да, какой-то? Я пока все протоколирую. Да, она должна быть в кошельке. Виза. Серебряная. Карточка виза серебряная. Он не любит тратить деньги, которых нет, поэтому обычно расплачивается наличными. Но Эрик убедил его сделать одну. Так можно было дебетовую сделать. Тоже мне. Так. Значит что? У нас после Эрика у меня было ссора. Ссора, кафе Рок, кавалер машинов, фургоны, еще виза серебряная. Давай ссору попробуем. Ооо, семь вхождений в ссору. Ох, я чувствую, сейчас мы с вами всю подноготную, всю стартовую фигню услышим, увидим. Бывает дела семейные. Обычная ссора. Ничего особенного. Сами понимаете, никто не может так задеть, как близкие люди. Ну это да. Это да. Ничего нового не сказала. Нет. Чего? То есть да, мы ссорились, конечно, но он никогда не исчезал. Всегда возвращался, и мы мирились. Только так. Настоящая женщина. Нет, то есть да. Вообще супер. Молодец. После ссоры он ушел примерно в восемь. После ссоры он ушел в восемь. Ушел в восемь. Да, пожалуй. Я тихий, скрытный человек, и не хочу рассказывать подробности той ссоры. Че-то жмется, а? Че жмется так? Непонятно. Ладно. Кто-то ключи предлагает посмотреть. Но погоди, ездил еще в рок-кафе. А если в восемь, смотри. Восемь. Он же ушел в восемь. Пусть будет восемь. Ага. Видали? О том, что было восемь лет назад. Это было подарком себе. Не стоило пить кофе, будучи беременной. Но от него было так тяжело отказаться. Сказали, одну кружку можно. Это она про то пятно, что ли, на руке рассказывает? Или что? Что это за пятно вообще на руке? Типа она выпила кофе, у нее пятно появилось, а здесь есть пятно? Да. А здесь нет пятно. После ссоры он ушел. Примерно восемь. Не понял. Почему здесь есть пятно, а здесь нет пятно? Смотрите. На руке прям видно. Вот здесь тоже есть пятно. Вот здесь есть пятно. А там она вся... Там у нее все руки закрыты. Но когда открытые руки, почему-то здесь есть пятно, а здесь нет пятна. Что за фитня? Это тату? Ну, тем более, если это тату. Как это тату может пропасть? Или она набила тату? Погоди, она говорит восемь лет назад. Или восемь лет назад это было про кофе? Так, какие там даты? 25-е, 06-е, 1-е, 07-е. И по-на за неделю успела татуху набить? Да за неделю невозможно, она же красная будет вся. И раздраженная. Плюс ее не за один заход набивают. Или я просто что-то не знаю про татухи. Когда мне было восемь, мама умерла. Упала с лестницы. Несчастный случай. В то время я уже прочитала ее дневник и знала, что она не родна. Я сожгла дневник и вышла из дома. Отправилась на другую сторону улицы. Даты же позбивались, пишут мне. А, то есть вы считаете, что на даты можно не смотреть? Окей, ладно. Восемь это было прикольно послушать. Прям. Давай попробуем, конечно, рок. Но я думаю, здесь будет два вхождения всего. Кафе. О, одно вхождение есть. Я его не видел. 53 секунды, ребят. Разуваем уши. Из-за того, как проснулась? Ладно. Я проснулась. Саймон уже встал и приготовил мне на дне рождения. Яйца Бенедикт. Нам нужно было идти на работу, так что подарки не дарили. Я пошла на работу. Взяла кусочек торта. Дети спели мне с днем рождения. Я пришла домой. Праздничный обед был из кафе на вынос. А Саймон сделал мне подарок, который мне был неважен. И после этого мы поговорили о ребенке. Все это перешло в большую ссору. Он ушел. Я была в бешенстве. И я хотела как можно дальше убраться отсюда и подумать. Вот. Вот я и ушла. Так, она рассказывает какой-то день. Какой-то день рассказывает. Нюхай. Ну, яйца это прикольно. И я же вращенец тот еще. Я такие картины себе нарисовал, что там можно сделать. Ну, ладно. Я не буду вас посвящать в это. Так, давай попробуем дневник. Тут еще кто-то в чате написал. Дневник попробуй. У-у-у. Шесть вхождений в дневник, ребят. Давай поехали. Много интересного. Нет, он не ведет дневник. Веду я. М-м-м. Я веду его, но... Сколько себя помню. С детства. Помогает подытожить мой день. Когда тебя заставляют описать что-то словами, помогает объективному восприятию. Все на одной странице. Почитать бы твой дневничок, а? Через дорогу, от дома, где жили мои родители, жила Акушерка Флоренция. Флоренция. Мы с Ханной родились. Родились вместе в одно время. Акушерка принимала роды. Там что-то пошло не так. Ханна душила меня пуповиной. И вот Акушерка говорит моей матери, что я мертва. Но это не так. Она написала об этом в своем дневнике. Удивительно, чем люди делятся на бумаге. Ну окей. Ну теперь понятно стало. У нее есть сестра-близнец. Они родились в один день. Ханна душила ее пуповиной. Соответственно, у одной есть татушка, у другой нет татушки. Походу, кто-то из них убил чувака. И не признается. Или одна покрывает другую. Бига себе, муха. Это к игре не имеет никакого отношения. Просто у меня реально жирная такая бомбовозка летает. Как в Айзеке. Знаете, такая. Так, значит, близнец. Я думаю, надо слово проверить, да? Близнец. Слово сестра надо проверить. Ханна. Ханна, мы уже проверяли, по-моему, слово. Сейчас попробуем. Что еще у нас тут есть? Флоренция была очень хорошим человеком. Но мне кажется, сломленным. Когда я нашла ее дневник, так же я нашла старую банку из-под печенья. Так, а так что? Газеты, письма и все такое. Там была ее история. Я никогда не говорила с ней об этом. Была слишком юна, чтобы понять. Решила. Отложу на потом, когда буду старше. Она любила детей. Хотела большую семью. Но ее муж погиб на войне. Ей казалось, их брак не всегда. Она не думала, что снова выйдет замуж. Разве не странно? Вдова с 20 лет. Ну, наверное, тогда все было иначе. Но знаете, женится один раз, поэтому больше никаких браков. И дело не в том, что она вдова военная. Данит память. Я не знаю, может что-то еще. Правда не знаю. Слушай, Флоренция, какой-то ключевой персонаж, как будто, блин. Кто она? Я пролетела фраза ее история. Может быть, это наоборот про Флоренцию-то история? А? Слушай, какие долгие здесь реплики-то. Да. Не знаю, откуда появился этот домик. Может, подарили, а может, уже стоял там. Но они сами бы его не купили. Он был огромен. Должно быть, его по частям занесли на чердак, а потом уже там собрали. Он был прекрасен. Хорошие обои, мебель, работающий свет, зеркала, кровать, одеяло, подушки. Мы часами играли там с ними. Придумывали семьи, которые там жили. Выполнили бумажную работу, делали им паспорта, дневники, разрабатывали их истории. Однажды к нам туда попал мутылек. Мы забыли свет. Шум от него был ужасный. Пытались убить, но это не так просто. И вот он пал жертвой дома арабских ночей. Так она это кровожадно сказала, черт побери. Но вот это не Ханна. Это не Ханна, это которая сестра Ханны, близнец. Итак, значит, Флоренция, близнец, сестра Ханна, татуировка еще, да, у нас лежат. По-моему, Ханну я смотрел. Ханну я, по-моему, уже смотрел. О, нет, Ханну я не смотрел. 18 в каждой день в Ханну у нас с вами было, оказывается. Давай, глядеть, 48 секунд на Ханну. Ханну, Ханну, Ханну. Так, это не Ханна, видимо, да? Чего ты добиваешься разговорами о Еве? Ева. Кто-нибудь азбуку Морзе знает? Че она сказала? О, Сай! Нифига себе! То есть это она, когда одна осталась, она такую вот прям вот пошло из нее. В общем, я так понимаю, они попеременно то Ханна, то она ходит к следователю или кто там все это дело записывает. И... То одна какие-то показания дает, то другая какие-то показания дает. Походу, дело то ли не договорились, то ли че. Блин, любопытно. А может быть следов... Погоди, а следователь может даже и не знать, что это два разных человека, да? Ууу, любопытно. Таааак. Семь секунд. Да. Меня зовут Ханна Смит. Оу. Черт. Простите. Она увидела меня из окна, сказала зайти внутрь и спрятала. У них был чердак, место, где Ханна могла бы играть. Там был Кукан Дол. Она прятала меня там. Никто никогда не заходил туда. Это было ее место. Что-то я не понял. Это все из одной линии. Видите видео? И здесь она говорит, что она Ханна Смит, а здесь она говорит, что Ханна... Ханна прятала ее. Ох уж эти вхождения в Ханну, а? Ну а... Давай пошли смотреть сестру всякую, да? Сестра. Опа. Оу, гитара. Пегасия, ребят. Поем? Четыре вхождения в сестру. Попахивает плохим словом. Две минуты тридцать шесть секунд. Вот это да. Там какой-то мужик... Нет, это не мужик мелькнул. Это фотография... Ханны... Или не Ханны... Ну, в общем... Хотите, чтобы я сыграла? Ну... Я не тяну на великую гитаристу. Давай-давай, лабай. Хорошо. Наверное, настроить надо? Нет. В норме. Как насчет традиционной баллады? Как раз по вашей части. У моря гуляли ранним утром две сестры. О, ветер и дождь. Но мысли старшей были нечисты. О, ужасный ветер и дождь. Ведь рыцарь молодой их сердцем покорил. О, ветер и дождь. Но он больше младшую любил. О, ужасный ветер и дождь. О, ветер и дождь. О, ужасный 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 ветер и дождь. Дальше будет совсем странно. Так что предлагаю на этом остановиться. Аплодисменты. Достижение традиционная баллада. Я думаю надо было назвать О, ветер и дождь. Хорошо. Не, молодец. Хорошо спела. Я бы так не смог. О, ветер и дождь. О, ветер и дождь. Так видео назовем даже. Почему бы и нет. Ха-ха-ха. Так. Надо будет потом переслушать. Хлопаю. Народ стоит. Народ стоя слушает. В субтитрах было сказано не принца, а сына капитана. Какая разница? Я слушаю. Я не читаю субтитры, если честно. Я слушаю именно. Озвучку. Она здесь очень даже качественно сделана. Достаточно. Судя по этой песне. Значит. Ханна Смит. Вместе с Саймоном Смитом. Он типа как. Принц. Стекольщик. На белом стеклянном коне к ней подошел. А это значит. Я не знаю как ее зовут. Мы. Может быть ее Ева зовут. Кстати. Надо будет проверить. Кто такая Ева пробить. Эээ. И. В общем. Она. Получается. Заревновала. Стекольщику сделала. Стеклянную комнату. Стеклянный галстук ему выпустила. Люблю эту игру. Ну. Кстати. Все мои предположения. Которые я сейчас высказал. Могут оказаться. Совершенно. Пшиком. Когда мы узнаем больше. Поехали. Дальше. А. Когда она вернулась. Сам он уже наслаждался праздником. После она рассказала ему обо мне. Сказала что я беременна. И что хочет чтобы к ним переехала. Сестра. О которой он никогда не знал. Бабы. Черт. Капец. Черт убери что творят. Доигрались девчонки Все понятно Я вот сказал вот это слово бабы Да и это я Не то что там кого-то оскорбить хотел Это вот к ним двоим именно относится Их же две И походу дело Это забеременела Выдав себя за ту Переспав с ним С Саймоном с этим Черт вы верите что происходит И она все поняла Охренеть Вот это поворот Капец давай дальше Мне вообще интересно стало Она выставила его из дома Выгнала его Позвонила мне вся в слезах И я пошла к ней У меня было предчувствие Я услышала что-то в ее голосе Но не была уверена что Она назвала меня сестрой Она никогда не говорила так Так Моя сестра исчезла И больше никогда не вернется Отлично Офигеть блин Ну свистоплюйки а Близнец Еще три вхождения ребят Близнецы Серьезно Ты правда это спрашиваешь? А че нет то? Мы и так уже знаем что близнецы Где то из середины Крыша поехала Близнецы А может быть действительно И не было никаких близнецов? Может быть у нее крыша поехала? Погоди а как объяснить Тогда татуировку на руке Что она есть То ее нету Флоренция забрала меня Мама не ожидала что будут близнецы Поэтому радовалась здоровому малышу Думаю она была рада что Флоренция занялась чисткой Убрала все свидетельства И дала возможность забыть о произошедшем Капец а Я то когда начинал играть Не думал что настолько все закручено А тут Тут даже не Санта Барбара Здесь похлеще Так близнецы Так татуировку можно попробовать пробить еще Давай потом за Еву возьмемся Ау Татуировка Я сделала ее Чтобы подчеркнуть индивидуальность Это яблоко и змея Подчеркнуть индивидуальность Достюжение получил Он увидел как поймет На выступлении Чист и случайно Не помню что он вообще там делал А позже Я выпивала в баре И он подошел И мы разговорились Я знала кто Ну конечно же я знала Но Он не знал кто я Он был очарован подобием Угадал мое имя по татуировке Сказал что это полиндром Чтобы произвести впечатление Знаете Я наслаждалась После всего Что произошло Было приятно просто сидеть И разговаривать с ним Он не сказал мне что женат Не знаю о чем он думал Но позже он сказал что все было как во сне Во сне наяву Что то я не понял Так скорая приехала То есть он увидел Девушку Точь в точь как его жена К ней подошел И у него было все хорошо с ней Я что то не понял Сейчас вот этот момент Вот этот момент я не понял У нее нет кольца А у второй есть Попробуй вбить хной Что вбить хной Хной Татуировка хной Хна Нет такого слова Так а мы флоренцию с вами искали Да Искать то мы ее искали Но походу дело не насмотрели Не искали мы ее вообще Флоренция растила меня в доме Я никогда оттуда не выходила Она не показывала меня людям Хотя не так уж и странно Видеть акушерку с ребенком И с различными подгузниками И все в этом роде Я не знала ничего другого Смотрела из окна Через дорогу Думала там мое зеркальное отражение Она была мной Капец у нее походу дело крыши съехала Мне кажется Вот честно Нет Были только я и она Ева и она хотела назвать Своего первого ребенка Они говорили об этом И хотели попробовать Когда он вернется У Флоренции было целое Семейное древо С историей первенцев Так что они решили Что это будет девочка Сложно понять Все ли это правда Ведь все что я помню Я читала Когда была ребенком Может не так прочитала Или не так поняла Иногда я не помню Что было на той неделе Блин капец Во Флоренцию 5 раз входили Ну давай Еву пробьем Вот она Блин Жесть какая Она значит сидит в доме напротив Видит как там такая же чувиха ходит Она знает что она есть А та не знает что та есть Так что ли получается Эта крыша съедет Ева же яблоко и змея Угадал ими по татуировке Ну Моя подруга Ева Мы дружили с ней с детства Ей всегда больше везло с мальчиками И за это я ее ненавидела Понимаете Порой по-настоящему ненавидела То есть все таки ее Ева зовут У мамы и папы не было повода обращать внимание Они были заняты Если Ханна много ела Им было все равно Вес она не набирает У дочки здоровый аппетит Она Еву подкармливала А если вдруг Слышали наши разговоры То думали что это Ханна Просто играй А Ева это ее воображаемая подруга Понятно Однажды Она была одета И готова идти в школу А я решила Проскользнуть в туалет Мама увидела Что я голая И отругала А ну быстро одевайся Говорит Я прошла в спальню И через секунду Оттуда вышла Готовая Ханна Мама была поражена Вот блин а Ну как так Ну это не могли не раскрыть Но это понятно Что это сказка Ну в принципе Тут все уже и так понятно Я не знаю Зачем все остальные видео В этой игре сделаны Тут все уже Мы даже знаем ее Я не знаю Что она там сделала Правда Она кого-то там прибила Или что Но По-моему Все уже и так очевидно Одна Ханна Вторая Ева Одна В общем Сначала Ну в общем Они потом Я не понимаю Почему они подругами стали Если они что Не видят Что они совершенно Одинаковые Я вот Если вот это не понимаю Как-то можно было догадаться Наверное Что все-таки Близнецы Ну вот Ну ладно Друг с другом Грубо говоря Почти жили Все время Плечо о плечо А потом Появился Молодой человек И значит Одна Притворившись Другой С ним Тю-тю Сделала ребенка Типа Забеременела Жесть какая-то Тема сисек Не раскрыта Знаете как кричат Ну ладно Раскрывать мы ее будем В следующем видео Если захотите Опять-таки Да ничего я говорить не буду Просто Лайки воткните Да и ждите Следующую серию Может быть и придет Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok